Приветствую вас. Ваш синдром дефицита внимания, синдром гиперактивности, значит, он возник не просто так. У этого, скажем так, состояния, там есть причина. И ваша основная задача, постараться увидеть, что это за причина. Гиперактивность и синдром дефицита внимания, то есть невозможность сконцентрироваться на том, значит, ну, на том всего, что вы хотите, проявляется из-за того, что родители ваши не дали вам доиграть. То есть, как правило, как правило, это, как правило, это строгость, соединенная с обстраненностью. То есть, когда родители на вас внезлятся, когда родители относятся к вам, ну, относятся или относились к вам хорошо, когда это происходит, значит, они к вам безразличны, равнодушны, если можно так сказать. А когда случается что-то плохое, когда случается что-то негативное, вот в этом случае происходит резко негативная реакция на вас, то есть родители вас сразу начинают как-то подавлять, да, кричать и так далее. Ну, как правило, такой происходит, значит, ну, как правило, происходит такой момент. И вследствие подобного развивается данный синдром. То есть, это, своего рода, бунт против правил, бунт против, значит, каких-то ограничений и плюс желание, значит, сделать то, что вы хотите. То есть, ну, это во времена, что ощутить себя более свободно, более независимо, может быть, более значимо. Потому что, как правило, родители, они не позволяют ребенку чувствовать себя свободно делающим то, чего он хочет. И ребенок пытается сам этого добиться. Ну, как правило, стремиться. Потому что у него нет особо выбора в данном случае. Вот. Соответственно, синдром этот ваш можно снять через разрешение данных конфликтов, через изменение отношения к... родителям, изменение отношения к себе, восприятия себя и самостоятельный личностный рост через повышение осознанности эмоционального интеллекта, что важно, очень важно. Вот. И через повышение повышение уверенности в себе, безусловно. Вот. Я думаю так. То есть, врач, что бы не сделал врач, это лекарственные средства, медикаменты, которые ваше состояние в корне не снимут. Потому что, если только синдром дефицита внимания и повышенной активности не возник в результате органических поражений мозга. Например, травм, там, интоксикации. Вот. И так далее. Если только ваш, ваш синдром, ваше состояние не возникло в результате этого, то врач-психотерапевт и невропатолог вам ничем не поможет, потому что выдает психологические причины. Вот. А психологические причины, соответственно, решаются только психологом и никем больше. Вот. К сожалению или к счастью, но это так. Понимаю, что всегда приятнее и всегда хочется, чтобы проблемы снялась как можно быстрее. Таблетками можно, 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 таблетками, значит, как-то купировать данный аспект, да, то есть как-то понизить его. Но эта проблема в корне не решит, не решит. Ваши проблемы в корне это не решит, не решит никак. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. Постарайтесь сейчас больше времени проводить с собой, наедине с собой. Постарайтесь больше времени уделять себе. То есть постарайтесь прислушиваться к своим эмоциям, к своим чувствам, к своим ощущениям, к своим переживаниям. Вот. Постарайтесь увидеть, откуда они, ну, возникли. Постарайтесь увидеть это. Постарайтесь смотреть на причины того, что с вами происходит. Так что-то старайтесь обслеживать их, эти причины. Их, эти причины, к чему восходят и то, к чему восходят то, что вы, собственно, чувствуете? чувствуете, к чему восходит то, что вы разрешаете и так далее. А я полагаю, что это является самым важным для вас именно сейчас. Вот. Ну и, соответственно, соответственно, в действии, в действии вам будет легче. Ну вот, на мой взгляд. В действии вам будет легче действовать. В действии вам будет легче обслеживать изменения ваших эмоций. И, соответственно, легче будет себя контролировать. Ну а с помощью психолога вы можете найти причины своих переживаний и, поработав с ними, сделать так, чтобы они были найдены, чтобы они были раскрыты, чтобы они были осознаны, чтобы они были реинтегрированы в вашу личность. И дальше вы уже с этим будете жить. так, как вам будет хотеться. не предлагайте больших надежд на врачей, не предлагайте больших надежд на лекарства, потому что, какими бы хорошими лекарства не были, они либо вызывают привыкание, либо лично только снимают симптомы, но не работают с причиной, потому что не могут, потому что это не в их силах. И рассмотрите вариант работы с психологом для достижения реального результата. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше, а я желаю вам всего самого доброго и удачи.